Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это классический джаз-бас французской фирмы ProDeep, но сборка китайская, разумеется. На эту фирму на момент снятия обзора нет ни одного русскоязычного обзора, что как по мне странно, поскольку он продается во многих российских и СНГшных магазинах. Делает эта фирма не только басы, но еще и гитары и всякое звуковое оборудование, типа мониторов и так далее. И если не считать довольно страшненькую башку грифа, то в целом гитары у них выходят прям очень вкусно и прям мое. Выглядят они очень красиво и очень винтажно, что меня собственно и привлекло. И кстати, когда я смотрел в других магазинах, я обратил внимание на то, что они делают еще и леворукие варианты, что для бюджеток довольно похвально. Мало кто это делает, в принципе. Материалы. Корпус липовый, буквально. Гриф-клен, накладка-искусственный палисандр. Ну, зато честно. Звукосниматели. А у Нико 5, собственно на них так и написали. Два сингла, как собственно на любом джаз-басе. Две ручки громкости на каждый звукосниматель. И одна ручка тона. Гриф имеет всего 20 водов, что для многих может быть проблемой, поскольку сейчас уже много кто выпускает басы и с 24 водами. Но мне в принципе и 20 хватит, мне до соляков еще расти и расти. При сильной атаке, кстати, струна довольно сильно дребезжит. И тут уже я попрошу опытных басистов мне пояснить. Это, собственно, моя проблема. И мне нужно более тщательно следить за тем, как я произвожу атаку. Либо это все-таки косяк самого инструмента. Еще один момент, которым они прям гордятся и повесили в честь этого бирочку, вот такую, на гриф. Это, собственно, струны в комплекте фирмы Savarez, которые стоят 2 косаря рублей, что с нынешними ценами ниже среднего. Так что так себе повод для гордости. Внешний вид. Тут вообще придраться не к чему, абсолютно. То есть собрано хорошо, все выглядит красиво, ничего не люфтит, блестит. Есть, правда, отпечаток пальца китайца, который это, собственно, собирал. Камера, скорее всего, плохо передает, но цвет это Vintage White. Он такого цвета сливочного масла, скорее всего. При покупке выбор у меня был из трех вариантов. Это чисто черный с белым пигардом, такой ярко-красный с черным пигардом. И вот этот. Собственно, я решил выбрать самый такой винтажный. В плане внешки, самое слабое место, по моему мнению, это башка грифа. Собственно, ничего особенного, но отбитые фанаты типа меня, оригинальных фендеровских бошек, не оценят. Но это мелочи. Кстати, забавный факт. Всякие там сквайры и прочие именно пишут на своих гитарах, что сделано в Китае. Здесь же это обычная наклеечка, которую можно снять. И никто не будет знать, где сделана ваша гитара. Всем будете показывать, что вот, Франция, смотри, ProDeep, ProDeep. А по факту. Еще хочется сказать о бледности этого искусственного палисандра. Он бледный. Ну и еще вот тут вот чуть-чуть вылезло, но тут руки, в принципе, не цепляются. Да и тут это чисто визуально выглядит, но я на подсъемке покажу. Музыка. 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 В плане тактильных ощущений все очень приятно. Ничего не царапается, в отличие от того же Сквайра, который ко мне приехал в таком состоянии, что мог мне спокойно пальцы отпилить этими вылезшими водами. Здесь все абсолютно приятно. То есть я воды даже не чувствую, когда вот тут рукой провожу. А вот баланса здесь тупо нет. Граждане басисты, пожалуйста, поясните, нормально ли вот такая ситуация. Спасибо. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Выводы я, пожалуй, оставлю за вами. Лично меня этот инструмент более чем удовлетворяет за свою цену, да и по внешнему виду тоже. И по звуку, как вы можете слышать, он в принципе тоже хорошо звучит. Да и вообще, до него у меня был вот этот красавец. Fender Precision Bass. Написано маркером предыдущим владельцем вот этого замечательного инструмента. На самом деле, это Орфей. Болгарская копия, вырубленная, наверное, топором. Еще в годах, наверное, 80-х или, может быть, 90-х. Честно, не знаю, никаких опознавательных знаков на нем нет. И если говорить о нем в двух словах, то это путь война. Сразу хочу сказать, что даже среди вот этих вот старичков есть играбельные образцы. Многие их там на форумах хвалили, что заменить там электронику, что-то там подлатать, и все будет с ними нормально. Но не в моем случае. Из плюсов, хочется отметить, что этот бас опередил свое время лет на 30, поскольку вот эти вот полосатые бутерброды из разной древесины стали актуальны только вот недавно. Плюсы закончились. Он тяжелый, просто жесть. Если долго на нем играть, можно заработать отмирание ноги из-за перекрытого кровообращения. Весь бас держится на саморезах. Бридж, гриф, даже, блин, ретейнер из самореза и железяки. Струны находятся настолько высоко, что под ними можно просунуть, ну, не мою лапу, конечно, но маленькую ручку точно. Чтобы понимали, я пытался регулировать эти ржавые седла на бридже, чтобы опустить струны. В итоге я нахрен выкрутил эти винтики, седла тупо легли на бридж, а струны ниже не стали. От танкера нет никакого смысла, сама накладка на дальних ладах уже переклеена, судя по всему, и вышла покурить, из-за чего вообще невозможно играть дальше 15-го лада. Ну и самое топовое в этом басе, это вот этот вот фирменный звукосниматель, который внешне мне чем-то напоминает устрицу. Да, устрицу. И я могу быть неправ, но на всех басах звукосниматели выпирают выше уровня струн, чтобы можно было удобно упереться большим пальцем и играть на четвертой струне. Куда мне прикажете вот на этом недоразумении упирать палец? Тут некуда его упереть. Можно, конечно, докупить специальную полочку, я не знаю, как она называется, но она решит эту проблему, но стоит ли оно вообще того? Мне и наклейки-то было жалко на него тратить, вот эти заколхоженные, но тем не менее. Давайте его послушаем. КОНЕЦ Забыл еще вот это вставить. Нормально. Та же нота. Ну а на этом все. Надеюсь, основной обзор был для вас полезен, да и трешовый тоже учит тому, что лучше подкопить немного и взять что-то получше, чем за пять тысяч вот это мучиться вот с этим бревном. А название играемых треков я специально нигде не писал, посмотрим, угадаете вы их или нет, поскольку они все довольно популярные. Спасибо, что смотрели, заглядывайте в описание, там много полезных ссылок и всем удачи, всем пока. Ой, всем привет.